Я люблю все цветы. Они очень красивые, и я их люблю. Жёлтые и оранжевые бархатцы, нежные, белые, красные и фиолетовые петуньи – всё это цветочное великолепие выращено в теплицах совхоза декоративной культуры и каждый день отправляется на городские клумбы. Рассада прибыла из Краснодара. В севастопольских теплицах её довели до цветения. Из 144 тысяч единиц на улице города уже высажены две трети. Мы посадили это по Ленинскому району, центральную часть города, Приморский бульвар, партерные цветники, Синопская лестница. Также сейчас кольца по центру города – это Лазарева, Ушаково сейчас засаживается. Цветы высажены и на клумбах Нахимовского района, на аллее Героев и в сквере Папанино. На очереди Парк Победы и транспортные кольца на выездах из города. Бархатцы и питуньи выбраны не только за красоту, но и за устойчивость к погодным условиям. Это качество сейчас очень актуально. Система полива, проложенная в советское время по всему городу, разрушена. Поливальных машин не хватает. Оно достаточно засухоустойчивое. Также засухоустойчивое и приемлемое к солнцу – это катарантус. То есть основная влаголюбивая и тенелюбивая растения – это у нас сальвия. Но она посажена как раз в тех местах, в том количестве, которое необходимо – это Вечный огонь и Казахскую у нас лестницу. Совхоз декоративной культуры много лет занимается озеленением и цветочным украшением Севастополя. Кроме цветов здесь выращивали саженцы парковых кустарников и деревьев. Последние три года были не лучшими в жизни предприятия, вспоминают сотрудники. Неверные действия бывшей городской власти почти погубили совхоз. Сейчас декоративные культуры, переданные в подчинение государственного учреждения парки и скверы, возрождают собственное производство. Чуть было не уничтожено ради выгоды предприятий с материка. Да, мы всегда растили. Мы много растили рассады. Мы выращивали по 150-200 тысяч рассады. Сам мы выращивали вот в этих теплицах. При вот этом состоянии мы умеем их растить. Свежая рассада, которая выращена здесь, она не привезена. Она гораздо лучше себя чувствует. Разработкой дизайна севастопольских клумб занимаются ландшафтные архитекторы предприятия парки и скверы. В цветниках нашего города очень важна яркость. Разноцветные краски выгодно подчеркивают белый камень и создают южный колорит. Дизайнеры подбирают цветы для каждого уголка города. Самый главный момент в этом выборе цветка – каждому месту соответствует свой цветок. Питунья красивая, она вот хорошо тут смотрится. Ромашка красивая, она смотрится хорошо в другом месте. Если это какое-то строгое здание, то нужно и соответствующие цветы подбирать, и по колористике. Так называемые «летники» будут радовать севастопольцев до середины осени. Но и в зиму городские клумбы не останутся голыми. Специалисты высадят на них почвопокровные растения. Как это будет выглядеть – пока секрет. Елена Анисимова, Дмитрий Фомин, Севинформбюро.